Так, сдаем телефоны. Вы знаете, что в классе они запрещены. Боже, это правило такой отстой! Ой, я надеюсь, экран не треснул. О нет, экран в трепезке. Прости, но похоже, тебе придется купить новый телефон. Ура! Я буду весь урок писать сообщение со своего разбитого телефона. И если вы хотите, чтобы ваш телефон выглядел сломанным, наденьте на него сверху треснувший защитный экран. Выглядит как настоящий, правда? Миссия выполнена! Что? Как тебе удалось пронести его мимо мистера Смита? Не все ученики знают, что после уроков работа учителя не заканчивается. Фух, эта проверка меня утомила. Я не прочь немного поспать. Увы, все эти красные исправления означают только одно – двойку. Ладно, наконец-то мисс Эпплби может насладиться заслуженным отдыхом. Фух, если я сейчас бегаю в учительскую, я захвачу последние 10 минут своего любимого сериала. Она и не догадывается, что Кейт притаилась за углом и с нетерпением ждет ее ухода. Отлично, все чисто. О, похоже, мисс Эпплби уже поставила оценки за утреннюю контрольную. Моя тоже здесь. Серьезно? Она назвала меня глупой? Это несправедливо. Я готовилась всю ночь. Похоже, меня просто принуждают к мести. Для этого розыгрыша вам потребуется пустая чашка и коричневый слайм. Если вы его немного приплюсните, он будет похож на разлитый кофе. Выглядит как настоящий, правда? Не забудьте растянуть его в стороны, чтобы было похоже на кляксу из кофе. Что? Меня не было всего пару минут. Как это случилось? Неужели вся стопка контрольных промокла? Секундочку, это даже не кофе. Не знаю, что это, но это отвратительно. Пульверизатор отлично подходит для разных розыгрышей. Например, если вы хотите сделать вид, что чихнули. Смотрите и учитесь, ребята. Кейт, тебя рот не учили прикрывать? Бедная мисс Эпплби. Но почему только раз? Апчхи! Серьезно? Кейт, снова? Эта шутка просто на вес золота, не так ли? А еще можно также разыграть и родителей. А, апчхи! Фу! Извини, немного простудилась. Ты чихнула мне прямо в кофе. Понятно, в школу ты сегодня не идешь, мисс. Я напишу твоей учительнице. Да, круто! О, похоже, Кейт сегодня остается дома. Что ж, все улажено, школа отменяется. Спасибо, мама, я проведу этот день с пользой и выздоровею. Трюк с поливеризатором снова сработал. В жизни всегда есть дела, которыми нам не очень-то хочется заниматься. Например, домашняя работа. И как мне все это сделать? Но иногда, чтобы облегчить себе жизнь, нужно просто мыслить креативно. Эй, это же помада! Всего пара движений, и можно избавить себя от неприятных обязанностей. Не забудь, как следует растушевать Дженнифер. Ох, ты плохо выглядишь. Ты что, приболела? Да, это болезнь под названием «не хочу в школу». Школа, это так скучно! Хотите развеять тоску и повеселиться? Оставайтесь с нами, и мы дадим вам несколько крутых советов. Благодаря им вы точно завоюете внимание всего класса. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь нашими идеями для школы. Надеюсь, все влезет в рюкзак. Опаздываю! Почему это всегда происходит со мной? Ну же, полезай внутрь! Теперь закрыть! Упс! Воу! Понятия не имела, что так могу. Все, теперь точно не успею. Но, возможно, если подойти к делу творчески... Поняла, что нужно сделать. Хотите узнать, на что способна толстовка? Кладите вещи по центру. Вот так. Затем плотно оберните их толстовкой. Хорошенько затяните шнурок и завяжите его. Превратите рукава в удобную ручку. Свяжите их двойным узлом. Только посмотрите на новую сумку, Кейт. Есть даже карман для телефона. Прелестно! Мама меня убьет. Как же я могла так оплачать. Милочка, в этом доме не терпит неудачников. Я очень разочарована в тебе. Ай, даже живот распалился. Привет, подруга. Что стряслось? Перестань. Плохую оценку можно легко исправить. Давай покажу. Нужно просто добавить несколько линий. Теперь ты отличница. Кейт, ты просто гений. Вот, шоколадка в знак благодарности. Ой, спасибо, подружка. Ах, этот сладкий вкус победы. А знаете, что здесь самое приятное? Если подойти к вопросу творчески, вы сможете исправить любую оценку. Зачем довольствоваться двойкой, если можно получить пятерку? Так гораздо лучше. Кейт, ты сможешь заработать на этом большие деньги. И тебя назовут повелительницей оценок. Хм, откуда у Кейт сахарная вата? Эй! Так вот, о чем я говорила? Кейт, какая ты жадина! Ну же! Это так несправедливо! Алло! 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 У меня телефон сел. Надо его зарядить. А? Ну же, залезай туда! Джен, думай быстрее! Опа! Попрощайся со своей сахарной ватой! Вау! Смотрите, как она тает! Так-то! Куда делась моя вата? Дженнифер, я так и знала, что это ты! Эй! Это мой сок! Хм, откуда Кейт все это знает? Эй! Смотри в свою тетрадь! Вредина! О, она написала пять! Да ладно тебе! Ты что, помочь не можешь? Хм, ладно! Сама все сделаю! Хм! У вас хотят списать? Тогда сделайте вот что! Страшно, верно? Привяжите резинового паука к веревке и приклейте ее к тетради! Затем закрепите паука! Вот так! Она точно попадется на мою удочку! Ой, все-таки мне удастся списать! Я уже чувствую, как становлюсь умнее! Ой, паук! Теперь Дженнифер будет учиться сама! Боже, какая вкуснятина! Вот только руки после них ужасно грязные! Никто же не смотрит! Так-то лучше! Посмотрим правде в глаза! Кейт везде оставляет после себя следы! Видите? Крошки повсюду! Ой, осторожнее! Вечно мне приходится убираться! А ей даже нет до этого дела! Ну ладно, я преподам тебе урок! Ваш друг ест чипсы без остановки? Тогда вот что нужно сделать! Отрежьте у банки дно! И накройте отверстие отверстие салфеткой! Осторожно! Теперь поставьте туда, откуда вы это взяли! Миссия завершена! Миссия завершена! Ха-ха! Хм! Уже закончились? Боже, ни крошки не осталось! О, у меня же есть еще одна упаковка! Ага! О-оу! Кейт, хватай зонтик! Начался чипсопад! У-оу-опс! Как это вообще произошло? Вот, держи! Продолжение следует... Продолжение следует...